Слишком часто мы возлагаем большие надежды на первое свидание с человеком, который нам интересен. И нередко такие свидания оборачиваются провалом и обеспечивают нам с подругами повод для шуток на год вперед. Давайте выясним у наших уануденцев, какое у них было самое плохое свидание. Вот самое худшее свидание, было оно у вас? Худшее свидание у меня было, как раз когда я был еще не сильно опытный, вот от меня убежала все-таки девчонка. Ну я привел ее в парк, мы там в общем и расстались, то есть я угостил ее мороженым, был немного скованный в себе, неразговорчивый, в общем не впечатлил я ее этим. В 1986 году, когда я учился в БГПИ, ну это сейчас Бурятский государственный университет, назначил свидание девушке по имени Анжелика. Я написал, что жду около этого фонтана каждый день 6 часов. Приходил где-то в течение месяца каждый день сюда 6 часов, но она так и не пришла. А вот гипотетически, какое свидание можно назвать худшим? Ну это когда приглашает тебя и не пришел. Худшим свиданием можно назвать гипотетически, так сказать, да, именно то свидание, ожидания от которого просто-напросто, как сказать, не оправдались. Ну когда вам не о чем поговорить, скорее всего, когда нет каких-то общих точек соприкосновения, что-то вот такое. А как сбежать со свидания? Я думаю, наверное, придумать надо какое-то срочное дело. Либо забыл выключить телевизор, там, не знаю, утюг, холодильник, там что-то такое в этом роде. Сбежать? Да не знаю, надо просто искать самые такие простые пути, наверное, решения. Отпроситься в туалет, либо там отойти на пару секунд и не вернуться. Какие-нибудь плохие манеры показать? Ну, отрыжка хорошая, наверное, или чеснока наесться. Вот это вам рецепт. Как вы считаете, на каком свидании можно целоваться? Ну, вообще, первое, я думаю, если, допустим, мы друг другу симпатичны, поэтому я думаю, что первое тоже будет довольно-таки нормальное в нынешнее время. Здесь очень сложно придумывать какой-то рецепт или совет, потому что, ну, это как бы сам ход свидания подскажет. Бывает так, что и на первом, почему бы нет. Я надеюсь, думаю, может быть, какое-то время, ну, пусть месяц пройдет, вот там, как бы, ну, хорошо там узнать, например, друг друга, как бы, вот так. Мне кажется, зависимость от чувств. Если ты чувствуешь, что все-таки уже пора и на первом свидании поцеловаться, то и на первом. Если ты не уверен в себе, то, мне кажется, это потом уже в дальнейшем. Ну, когда уже поближе узнаете друг друга, и когда придет в голову такая мысль, что можно с этим человеком строить что-то большее, чем просто прогулки за ручку. А интим на каком свидании? После какого свидания? Интимное? Ну, после первого, конечно. Ну, для меня, например, то есть точно не на первом. По-разному. Можно и год ходить на свидание, но ничего не произойдет. А бывает так, что раз и все, произошло. Ну, это уже в более таких серьезных отношениях уже, когда не первый год, наверное, вместе. Мой совет всем, кто собирается на свидание – расслабьтесь, ведите себя спокойно и не бойтесь неловких ситуаций. А какие неудачные свидания можете вспомнить вы? Пишите в комментариях.